Черешню с неравномерным А красом и сухими хвостиками лучше не покупать В Роскачестве рассказали, что это плохой сигнал Вероятно, при сборке сорвали недозревшие или перезревшие ягоды А сухой стебель значит, что черешня хранится уже давно и утратила сочность Это один из множества фактов, которые подготовили мои коллеги В эфире «Солнечное утро» Меня зовут Ева Чичишвили Поехали! Вести из просторов интернета Узнаем, что обсуждают пользователи социальных сетей Родителям на заметку Логопед покажет несколько упражнений для ребят с проблемами речи Вкусное утро Сергей Нечаев приготовит салат с творожным сыром В здоровом теле здоровый дух Разомнемся с фитнес-тренером Екатериной Баландиной Вы знали, что сегодня в мире отмечают день незнакомой кофейни? Завсегдаты таких заведений просто обязаны изменить привычному меню Заглянув туда, где еще не были А также заказать блюда или напиток, которые еще не пробовали Чем еще интересна сегодняшняя дата, расскажем в рубрике «Народный календарь» Каждый год в первую среду июня любители спорта и физической культуры отмечают Всемирный день бега Родился праздник 14 лет назад в США На официальном уровне его впервые провели в 2016 году Тогда в акциях и флешмобах приняли участие более 2,5 миллионов людей из 170 стран мира Суть дня бега проста Объединить общество и популяризировать самый доступный вид спорта 391 год назад в Индии заложили строительство мавзолея Тадж-Махал Признанный шедевр всемирного наследия и одно из семи новых чудес света Возвели в честь умершей жены правителя Шах Джохана Над дворцом из белого мрамора трудились 20 тысяч мастеров и рабочих со всех концов империи Возведение гробницы и платформы заняло 12 лет Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк За год Тадж-Махал посещает от 3 до 5 миллионов людей 7 июня наши предки отдавали предпочтение одежде белого цвета Верили, она привлекала удачу, а больным даровала здоровье Хозяйки отдыхали от хлопот по дому Считали, что вместе с мусором из семьи уйдет счастье и деньги Матери запрещали дочерям прикасаться к лицу и заниматься всевозможными процедурами для кожи Иначе девушку покинет красота Если в саду отцвела черемуха, ждали первый урожай подберезовиков Согласно расчетам нумерологов, 7 июня соответствует цифре 1 Это символ начала энергии и скорости Сегодня произойдут важные перемены как в профессиональной деятельности, так и на личном фронте Но, согласно прогнозам, романтические отношения, начавшиеся 7 июня, вряд ли перерастут в серьезное чувство Нумерологи также советуют опасаться упрямых людей, а не втянут в конфликтные ситуации Россиянам предложили снимать стресс кваканьем лягушек Специалисты Мосприроды заявили, что эти звуки благотворно влияют на нервную систему, улучшают настроение и уменьшают раздражительность Кстати, громче всего лягушки поют по утрам и в сумерках Если хотите попасть на концерты, поспешите, они закончатся в конце июня К целительным звукам эксперты также отнесли птичье пение, стрекотание кузнечиков и шелест листвы Что еще обсуждают пользователи интернета, узнаем в традиционном обзоре социальных сетей В Китае при помощи роботов переместили школу на 60 метров от прежнего места Решение о переезде инженеры приняли, когда пришли к выводу, что учреждение мешает дальнейшей застройке Чтобы поднять почти восьмитонное здание, использовали 200 гидравлических роботизированных ходунков Процесс перестановки школы и ее разворот в нужную сторону заняли всего 18 дней В сети набирает популярность видео с перевернутыми автомобилями На бок их уложил водитель погрузчика По словам мужчины, выезжая со склада на смену, он регулярно сталкивался с неправильно припаркованными машинами, которые мешали движению Когда водитель понял, что начальство на автохамство не реагирует, он сам наказал нарушителей Домашний кот выжил после падения с 27 метровой высоты Инцидент произошел в Таиланде в одном из жилых районов По словам хозяина питомец Ши Фу, ходил по краю балкона, но не удержал равновесия и упал на припаркованный под окнами автомобиль Удар был такой силы, что стекло машины разбилось вдребезги После осмотра ветеринаров выяснилось, животное отделалось парой ушибов Падение смягчило внушительная жировая прослойка на пузике кота В Китае полицейский участок на несколько часов превратили в приют для сов Молодых сычей нашел хозяин частного дома в вентиляционной шахте Вытащить птиц из-за подни он не смог, номера специалистов не знал, поэтому обратился в участок Полицейские оперативно спасли совят и приютили их в офисе Сегодня малыши находятся под присмотром орнитологов в реабилитационном центре Продолжаем марафон интересных фактов Одним из самых старейших искусств в планете, несомненно, является ораторское искусство Умение красиво, доходчиво и убедительно говорить ценилось во все времена Однако, вы знали, что великий оратор Цицерон, как утверждают историки, никогда не писал тексты своих речей? Этим занималась его жена Более того, римский политик не выходил на публику без репетиций А деятель Великой Французской революции Аноре де Мирабо пошел еще дальше Цицерона Этот оратор не просто репетировал выступление, а заучивал текст речи на зубок Причем все звучало, как гениальная импровизация Эфир продолжит рубрика «Поймите правильно» Истинное красноречие – это умение сказать все, что нужно, и не больше, чем нужно Слова принадлежат французскому писателю Франсуа Шестому де Ларош Фуко Возьмем на заметку Беден, как церковная мышь Так обычно говорят о крайней нищете Происхождение выражения неизвестно, но, вероятно, оно связано с тем, что в церквях не принято хранить продукты питания А значит, грызунам, живущим там, нечего есть Кстати, аналогичное выражение есть и в немецком языке «Arm sein wir Kirchen Maus», что переводится как «быть бедным, как церковная мышь» Среди похожих по значению фразеологизмов – «гол, как сокол», «не гроша за душой», а также «в кармане вошной аркани» Употребляйте эти выражения к месту Ведь, как сказал Лев Николаевич Толстой, красноречие – точно жемчуг, блещет содержанием Настоящая мудрость, немногословно Сначала родители ждут, когда же ребенок заговорит Потом умиляются, как смешно он коверкает слова А потом начинают переживать из-за того, что малыш неправильно назвал щуку или ворону Профессиональный логопед Мария Клебанова подготовила несколько упражнений для ребят с проблемами речи Доброе утро! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же делать, если у ребенка есть слоги, но нет слов Например, ребенок может сказать «па» и «ка», а вот слово «пока» никак не получается Сегодня мы с моей помощницей Аней покажем вам несколько игр, которые помогут быстрее сформировать первые слова Итак, первая игра на речевой ритм Нам понадобится два любых предмета Мы берем мячики Держи! Ребенку нужно будет повторять слоги за взрослым Послушай меня и повтори также Таким образом, ребенку будет проще перейти на слова, в которых будут два разных слога Например, вот так Па-ка Па-ка По-ма По-ма Му-ха Му-ха Молодец! Переходим к следующему упражнению Также для появления первых слов ребенку будут полезны простые чистоговорки, а также стишки с договариванием Например, такие Добавь кусочек слова Гу-гу-гу Гу-гу-гу Пасутся гуси на лу Гу-гу Умница! Но-но-но Но-но-но Вот открытая Ак? Ак Молодец! Му-му-му Му-му-му Нам игрушку дать Ка-ка-му Молодец! Умница! Б-бы-бы Б-бы-бы Собирать пойдем Гри-бы Б Хорошо! А в этом упражнении мы будем учить ребенка переключаться с одного слога на другой При помощи движения Для этого нам потребуются ортоковрики Либо вы можете заменить их листами картона Сейчас ты будешь прыгать на каждый коврик вот так Попробуй Молодец! Иди сюда А теперь тебе нужно будет с каждым прыжком произносить слоги Как я Послушай Му-ха 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 Попробуй Му-ха 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 Молодец! Это позволит вашему ребенку быстрее научиться говорить свои первые слова А для этого упражнения нам потребуются две группы разных предметов Например, как здесь Стаканчики и шарики Ребенку предлагаем выполнить два действия и при этом произнести два разных слога Пинай стаканчик и говори «но» Кати шарик и говори «та» «но» «но» Хорошо Кати шарик рукой «та» «та» Хорошо пинай «но» 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 Хорошо «та» «та» Молодец! Еще «но» «та» Вот так весело и интересно вы можете помочь своему малышу заговорить Если у вас есть вопросы, вы можете писать их на этот адрес электронной почты Ну а мы с вами прощаемся, до новых встреч! Нулевые, бельевой стиль и низкая посадка все еще стоят во главе модных тенденций Дизайнеры черпают вдохновение в трендах прошлых эпох Переосмысливают их на современный лад Одно ясно уже сейчас Лето 2023-го будет женственным, дерзким и романтичным Рассказываем о главных изюминках нового сезона, которые нужно знать уже сейчас До середины прошлого века живот считался интимной зоной Однако уже в 60-х годах в результате модной революции женское тело перестало табуироваться Юбки превратились в мини, а вслед за ними укоротились и кофточки В 90-х годах открытый живот оказался на пике популярности Тренды лета 2023-го возрождают моду на обнаженную полоску тела между нижней и верхней частями костюма Открытый живот сегодня актуально смотрится в случае, если вы выбираете спортивный, лаконичный, романтичный или анархичный стиль Что может быть праздничнее пайеток? Но моделеры настаивают, блестящие чешуйки этим летом нужно носить каждый день Их активно используют дизайнеры на роскошных платьях в пол, на блузах и юбках, элегантно дополненных свитерами и джемперами Валентина показали настоящий тотал-луки полностью усыпанными пайетками Они украсили худи, платья, юбки, колготки и обувь Берите на заметку и сверкайте Экстремально короткие юбки с верной подачей многих брендов стали одним из ключевых трендов прошлого лета Но и в этом сезоне они остались актуальными и завоевали еще более значимое место в поседневном гардеробе Модная альтернатива мини-наряды в пол И это не вечернее убранство для красной дорожки, а лаконичные платья длины макси, которые хочется носить каждый день Аксессуары играют важную роль в создании стильных образов Этим летом на пике популярности ажурные и цветные колготки, а также гольфы и носки в сетку Их можно добавлять не только в поседневный гардероб Стилисты рекомендуют использовать яркие акценты в вечерних платьях, чтобы сделать их менее строгими Творожный сыр – продукт, который давно обосновался в наших холодильниках Его активно используют не только для приготовления бутербродов, но и в сложных блюдах, а также в салатах С рецептом одного из них поделится шеф-повар Сергей Нечаев Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Нечаев, я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель» Ну что, приготовим сегодня салат с запеченной свеклой Что нам для этого понадобится? Нам понадобится запечь свеколку Для начала я ее уже почистил, помыл Единственное, что нужно делать, нужно будет ее разделить на 2 либо 4 части Я в моем случае буду делить на 2 части Добавлю к нашей свеколке зубчик чеснока для вкуса и аромата Соль Перец черный И немного сахарку Добавлю обычного растительного масла И просто хорошенько все это перемешаем Если вы будете дома делать такой же салат, можете добавить маринад, какие-нибудь специи, которые вы любите Я бы посоветовал вам добавить потемьян, розмарин Может быть какие-то другие специи, приправы На ваш вкус Так, берем фольгу Обычную Кладем нашу свеколку И немножко вот чесночка сверху и маслица С солью с маринадом Заворачиваем Я делаю просто вот так Ничего сложного Просто завернули, чтобы она у нас не сгорела И запеклась в собственной соку Второй кусочек Также кладем нашу свеколку И выливаем на нее наш маринадик И кладем на противень Сейчас мы будем ее запекать при 180-170 градусах примерно 40-50 минут Но это нужно смотреть после клея уже Если вы не знаете готова или нет Вы просто после прошествия, например, 40-50 минут разворачиваете свеколку Протыкаете, например, ножом или какой-нибудь шпажкой Если она мягенькая, шпажка без проблем входит в нее, то она готова Все, ставим в разогретый шкаф и ждем 40 минут примерно Потом будем смотреть Так, ну что, наша свекла для салата готова Она запеклась Еще раз проверим ее Раскрываем Хорошо пропеклась наша свекла Все выкладываю на досточку Единственное, я вот уберу наш чесночок Лишний Бьемся Так, пока наша свекла немного остывает Подготовим заправку для нашего салата Заправка у нас будет из... Такая кисло-сладкая Я добавлю ложку сахара Немного львиного уксуса Чтобы у нас она была такая кисло-сладкая И обычного растительного масла Заправку нужно будет перемешать до однородной массы Растворить полностью сахар Так, отлично, заправочка у нас готова Нарвем микс салата Обычный салат Вот такую заправочку Не шибко-мелко, но и не крупно Я, например, беру салатик напополам В этом салате можно использовать все, что угодно То есть, например, можно даже руку Как вам нравится Обычный с грядки салат Вы любите лично, как мой ключ Так, отлично Подготовим тарелочку Подготовим нашу тарелочку Перемешаем наш салат Аккуратно сверху вниз Чтобы наш соус полностью уволакивал наш микс салата И перемещаем в центр тарелки Сильно мудрить с этим салатом Я не вижу смысла Поэтому я нарежу нашу свеколку Аккуратненько вот на такие дольки Подготовим пару помидоров черри Чтобы у нас несколько цветов тарелки было Чтобы наша цветовая гамма была прям очень хорошая Помидоры черри я порежу просто напополам И выложу по бокам И нашу свеколку Вот такими долечками По бокам Заключительный штрих Будет этот твороженый Обычный твороженый сыр Из которого мы сделаем вот такие кнельки Сейчас я вам покажу, как это делается Я возьму две столовых ложки И вот такими движениями буду формовать Вот такую вот красивую кнельку Если у вас не получается Или вы не хотите заморачиваться Такими украшениями Можно просто наформовать И как-нибудь выложить Это все вот Сверху Класс Так, сверху Единственное Мелкие вот такие вот Это свечочки Нужно будет протереть На праздничном столе Что должно быть все красиво И все Наш Салат со свеклой готов Приятного аппетита, друзья Отправьтесь в гастрономическое приключение На мастер-классах В кулинарной студии Трюфель Под руководством профессиональных поваров Вы приготовите изысканные блюда Различных кухонь мира И отлично проведете время В приятной компании Зарядка очень полезна Для здоровья и физической формы Она помогает укрепить мышцы Улучшить гибкость И координацию движений Повысить выносливость Так что не будем терять время Слово фитнес-тренеру Екатерине Баландиной Доброе утро Сегодня мы потренируем с вами И ноги, и ягодицы, и спину И все это в одном упражнении Сегодня упражнение будет Становая тяга или мертвая тяга Для начала Когда вы только начнете Выполнять это упражнение Я вас очень прошу Пожалуйста, не берите больших весов То, что я вижу в зале регулярно Приводит меня, мягко говоря, в шок Как люди травмируют Свой опорно-двигательный аппарат Сегодня я постараюсь вам подробно Рассказать технику Этого очень крутого базового упражнения Итак, исходное положение Я показываю специально Вот с таким бодибаром Советую вам делать это точно так же То есть не берите сразу штангу в руки Исходное положение Стопы стоят на ширине таза Тазобедренных суставов Или могут стоять немножечко шире Плечи ваши развернуты И опущены вниз Пресс обязательно включается в работу Так называемая вертикальная планка Мышцы внутреннего блока От спины К центру Представьте, что на вас Надет тугой корсет Который максимально затянут Насколько это возможно Можете положить пальцы себе На талию И попробовать Насколько они хорошо включились Итак Хват пронированный То есть вот такой хват Большой палец находится ближе к вам Не кладите все пять пальцев Это может Если вы будете потом в дальнейшем работать С большим весом Может спровоцировать падение штанги вам на ногу Итак Развернули плечи Опустили их вниз Подключили пресс Макушкой тянетесь вверх Первое движение, которое вы будете делать Оно начинается с отведения таза назад Вы уводите таз назад И вес ваш будет скользить по ногам Это рычаг Самый обыкновенный, скажем так Чем вес будет дальше от вас Тем больше будет нагрузка на поясницу Это касается в принципе всего Это чистая физика Уводите таз назад И ваша штанга скользит по бедрам За макушкой вы тянетесь вверх Девочки, особенно для вас Пожалуйста, не нужно смотреть на себя в зеркало Я понимаю, что очень хочется Все моменты запечатлеть Запомнить, как вы красиво это делаете Но Как только ваша голова начинает подниматься вверх Вы безбожно травмируете свою поясницу Особенно, если вы стоите боком Вот так, как я сейчас И делаете вот так Ну, пару раз на видео можно, конечно, сделать Но учитывайте Любой поворот головы Сразу включает цепь И ваше тело работает в дисбалансе То есть одна сторона будет работать, допустим, в большем тонусе Другая в меньшем И представьте, какой удар вы наносите своим мышцам и своему скелету Всегда взгляд направлен перед собой Итак, уводим таз назад Штанга скользит по бедрам Вы опускаетесь чуть ниже колен Если вам позволяет растяжка Если у вас хорошо растянута задняя поверхность бедра И вы можете позволить совершить наклон Не округляя поясницы То вы это делаете Если же вы чувствуете, что у вас появилось неприятное натяжение По задней поверхности бедра Пусть штанга становится чуть выше колена И вот здесь Сохраняю то самое осевое вытяжение То есть вы тянетесь макушкой вперед Седальщими костями назад Пресс подключен Вы начинаете сокращать ягодичные мышцы И за счет их сокращения Поднимать себя вверх Выпрямляясь полностью в тазобедренном суставе Не оставайтесь вот в таком положении Представьте, что у вас на спине Как вот у меня сейчас Лежит палка И вы совершаете это движение Не переразгибаясь Ни в пояснице Чтобы вот такого не было Ни в коем случае не округляйтесь Так часто делают мужчины, кстати Потому что не хватает растяжки А хочется опуститься ниже Хочется качественнее потренироваться И в итоге получается вот такое чудесное движение И многие люди потом удивляются Почему же после занятий фитнесом Здоровье не прибавляется А наоборот становится меньше И то же самое я для вас покажу С небольшим весом Подтянули все снизу вверх Включили пресс Раскрыли плечи Опустили их вниз Тянемся тазом назад Штанга скользит по бедрам У меня хорошая растяжка Я могу опустить ниже Ниже туда К пяточкам опускать не нужно Не стоит Сокращая ягодицы Мы поднимаемся вверх Большим пальцем, мизинцем и пяткой Мы остаемся в контакте с полом Не отрывайте вот так носки от пола Большой палец связан с ягодичной мышцей Как я уже сказала В данном упражнении включается Не только ягодичная мышца Бицепс бедра Понятное дело голень Но также и спина работает Каким образом? Когда вы наклоняетесь Ваши плечи отведены назад И опущены Здесь очень хорошо Включается верхняя часть спины Ромбовидная, широчайшая И тем самым вы тренируете Не только ноги Но и верх Это упражнение Называется также Опасная тяга Не зря оно так называется Вы сами должны понимать Что здесь достаточно большую нагрузку Принимает на себя поясница Но опять же Если вы будете Придерживаться всех моих рекомендаций Которые я вам сегодня дала Это упражнение Будет для вашей поясницы безопасно А также классно Вы потренируете свое тело Я желаю вам Качественных тренировок Будьте здоровы И хорошего вам дня Зарядку сделали Культурно просветились Надеюсь, такое утро Зарядило вас позитивом На весь рабочий день А наша программа Подошла к концу В студии была Ева Чучешвили До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин